Приветствую вас, дорогие леди и джентльмены. Я отыграл бету Diablo 4 что-то около сотни часов, раскачал пять персонажей до максимально возможного 25 уровня, постарался изучить механики игры, существующие в ней умения, и составил свое собственное мнение. Как о, собственно, бете Diablo 4, так и о том, в каком виде мы получим готовую игру, когда она, наконец, выйдет 6 июня этого года. И очень хочу с вами этими соображениями поделиться вот в этом небольшом видео. Blizzard говорили нам до старта этого бета-тестирования, что оно якобы проводится с целью проверить, насколько эффективно их серверы справляются с нагрузками. Конечно, я во все это не верю, очевидно, что бета проводилась с рекламными целями. Задачей компании Blizzard, как крупной компании, выпускающей ААА-игру, было заняться ее промоушеном, распиарить и обеспечить максимальное количество предзаказов. Именно поэтому в закрытом бета-тестировании могли принимать участие только те, кто заранее предзаказали игру. Таких оказалось более миллиона человек во всем мире, это потрясающая цифра. А в открытом бета-тестировании по приблизительным расчетам приняли участие около 5 миллионов человек. Мы можем сами видеть цифры. Более 20 миллионов часов наиграли игроки. 17,5 миллионов раз игроки были убиты в мире Diablo 4 и убили более 9 миллиардов монстров сами. Это очень-очень впечатляющие цифры, которые позволяют нам предположить, что вот от 3 до 5 миллионов игроков приняли участие в открытом бета-тестировании. То есть можно сказать, что свои цели компания Blizzard добилась. Они очень серьезно распиарили игру, и это безусловно будет одна из самых популярных игр на нашей планете. Вне зависимости от того, лично вы купите эту игру или не захотите. Мы на это уже никак повлиять не можем. Выход игры точно состоится, она точно будет невероятно популярной. Но вопрос, насколько долго она останется популярной и будет ли она вообще хорошей. И на этот вопрос мы постараемся сегодня ответить. По моему личному впечатлению, Diablo 4 сейчас достаточно сырая игра, и к 6 июня ее никак не успеют доделать. Я отмечу основные проблемы геймдизайна, которые, на мой взгляд, за 3 месяца никоим образом компания Blizzard решить не сможет. Первое, что бросается в глаза, это хреновая оптимизация. Даже игроки с видеокартами 4090, самыми топовыми на данный момент, наблюдали двукратное проседание FPS в различных моментах. В особенности в кат-сценах. Что же касается игроков с видеокартами 3080 Ti от производителя Gigabyte, то у них и вовсе сжигались видеокарты в определенных кат-сценах в игре Diablo 4. Говорят, эту проблему уже решили, но звоночек, конечно, достаточно тревожный. Лично я столкнулся с очень существенной потерей FPS в некоторых местах. Также игра колоссально лагает во всех местах, где открытый игровой мир начинает вместе помещать различных героев, принадлежащих разным игрокам. С другими игроками вы встречаетесь в городах и в местах случайных событий, также на мировых боссах. И вот везде в этих местах, в особенности в главном городе, в игре дичайшие-дичайшие лаги. Сервер совершенно не справляется с тем, чтобы отрисовывать единый игровой мир для нескольких игроков. Другой проблемой являются достаточно частые дисконнекты, когда вас выбрасывают из игры. В среднем у меня это происходило каждые два часа. У других игроков реже, у кого-то чаще. Но у меня вот как-то так, где-то каждые два часа нужно подключаться заново, потому что вас без предупреждения просто выбивает. А для того, чтобы попасть в игру, вы должны отстоять длительную очередь на вход. В закрытом бета-тестировании меня продержали в очереди полтора часа. На открытом бета-тестировании уже 40 минут. Я считаю, это прогресс. И за неделю Blizzard добились каких-то результатов, поскольку при втрое большем, как минимум, количестве игроков им удалось в два раза сократить очереди. Ну что же, это хороший результат. Надеюсь, 6 июня они не облажаются, и мы не увидим какое-нибудь весёлое время ожидания в районе там 4 часов. Также мне в глаза очень сильно бросилось отсутствие монстров. В гигантские, пустые локации в Diablo 4, там лежит снег, там воет ветер, ты бежишь, бежишь, никаких монстров нет. И даже дело не в том, что ты их всех уже убил, они не успели зареспауниться. Дело в том, что между некоторыми пунктами А и Б монстров, в принципе, нет. Ну, не генерируются они там. На бета-тестировании нам ещё не дали лошадку. На релизе игры лошадка будет. Я не знаю, насколько быстро эта лошадка вообще будет передвигаться, но для передвижения пешком игровой мир Diablo 4 слишком пустой, некомфортный и уж, откровенно говоря, скучный. Что же касается наполнения этого пространства и, собственно, куда бегут люди из пункта А в пункт Б, то, как правило, они бегут в какое-то подземелье. Подземелья колоссальное количество. В первом акте 22 активных подземелья мы могли посетить. В каждом из актов, а их всего будет 5, нам обещают не меньшее количество подземелий. И говорят, что в рамках одного акта подземелья будут объединены какой-то единой темой. То есть повторяющиеся подземелья в первом акте не будут нас преследовать во втором. В любом случае, дизайн подземелья мне совершенно не понравился. Очень много заданий типа «Сходи, убей монстров, забери у них ключ, потом вернись обратно по пустому коридору и поставь ключ на место, а потом также иди за другим ключом, возвращаясь по пустым коридорам, где всех монстров ты уже убил». Это скучно. Еще скучнее, когда тебя заставляют убить каждого монстра в очень большом подземелье. Да, тебе их подсвечивают на радаре красными точечками, чтобы ты их всех убил и не пропустил. Вы можете сказать, что в Diablo 2 был подобный квест, он назывался «Логово зла», но выявил, это вообще самый первый квест в игре, и там такой же принцип «Надо убить всех монстров внутри одного отдельно взятого логова». Но! Это необязательный квест, и этот квест ты выполняешь один раз за каждый уровень сложности, то есть более трех раз за все время своей жизни ваш герой в этом логове зла не побывает. Ну и, наконец, самое главное, логово зла маленькое. А каждое подземелье из Diablo 4, даже самое небольшое, оно, ну, раз и так в пять больше, чем логово зла из второй Diablo. И когда нам предлагают не разовое какое-то приключение, не разовый квест, а постоянный фарм в подземелье, где надо на регулярной основе убивать каждого встречного монстра, на мой взгляд, с точки зрения геймдизайна, это неудачно. Были, конечно, подземелья и достаточно неплохо сгенерированные, там, где огромное количество элитных монстров, вы их убиваете, из них выпадает эссенция, набрав эту эссенцию, вас пропускают дальше, и вы сражаетесь в способ. Вот эти подземелья сделаны, на мой взгляд, неплохо, но всегда нужно понимать то, что игроки играют в игру не так, как задумали разработчики. Они играют так, как это является выгодным и оптимальным с точки зрения сформировавшегося игрового мира. В пример я могу привести игрока, которому удалось построить самый задротский и мощный билд варвара. Он нафармил невероятное количество вещей и смог получить такие безумные показатели урона на своем герое. Что более десяти раз может убить мирового босса за вот те 20 минут, что проходят события с появлением мирового босса. Так вот, он фармил просто как белка в колесе. Выбрал себе подземелье и не проходил его до конца. Потому что тут ты можешь бежать по кругу и бегая по кругу в этом коридоре, в этой кишке, ты встречаешь элитных монстров и убиваешь их. После того, как ты убил всех элитных монстров, подземелье пропускает тебя дальше, где ты должен собрать два ключа, поставить два ключа и убить босса. Но этого игрок не делал. Он просто бежал по кругу, убивал всех элитных монстров. Затем телепортировался в город, обновлял подземелье и повторял. То есть, в буквальном смысле, как белка в колесе, он бегал по кругу, по кругу, по кругу. Убивал одних и тех же монстров. Поскольку в игре существует автолевелинг, вы можете, сидя в одном подземелье, прокачаться до максимально возможного уровня в этой игре. И, кроме того, собрать лут, в который вы оденете своего персонажа. То есть, получается, что в игре колоссальных размеров открытый игровой мир, но мы можем залезть в первый попавшийся подвал с демонами и сидеть там в вечность. Вызывает большой вопрос такой геймдизайн. А что, собственно, меня, игрока, должно мотивировать идти и как-то изучать этот большой открытый мир? Например, перспектива найти какое-то более комфортное подземелье с менее геморроидальными заданиями и с большей плотностью элитных монстров? Ну, разве что. Если, если такие подземелья действительно в игре есть. Поскольку нам дали пощупать только первый акт, есть существенное предположение у меня относительно того, что в других актах будет плюс-минус то же самое в каждой подземке. Было много замечаний от игроков относительно того, что вот, Диабло превращается в MMORPG. Я в этом ничего плохого, честно говоря, не увидел. Потому что я знаком со второй Диабло, начиная с 2008 года. Я сразу начал играть на батлнете и воспринимал ее как MMORPG игру. Для меня изначально в игре была торговля, в игре были рейтинги, в игре были крутые задроты и какие-то новички, находящиеся внизу вот этой здоровенной пищевой пирамиды. И я, в принципе, нормально отношусь к такой системе, потому что многие MMORPG элементы, они вообще произошли из серии Диабло. Поэтому обильная онлайн составляющая в Диабло 4 меня не пугает и совершенно никак не отвращает. Но есть вещи, которые Blizzard совершенно точно плохо продумали. Это игра в команде. Зачем нам игра с таким количеством MMORPG составляющих, если игроки в команде не могут нормально поддерживать друг друга? Здесь нет ярко выраженных ролей, таких как танк, хилер, дэмэдж дилер, саппорт. Потому что эффективной какой-то поддержки своими умениями союзникам почти никто из героев оказать не может. Самый, пожалуй, перспективный с этой точки зрения друид, поскольку он может лечить союзников, увеличивать их шанс критического удара и оглушать врагов. Еще очень-очень мало может делать варвар, там буквально на 3 секунды он может чуть-чуть подхилить своих союзников раз в большое количество секунд с большим кулдауном. Очень непонятно, что должно мотивировать людей тогда играть вместе. Сложно ли ходить по этим подземериям? Нет, они проходятся в соло даже самым слабым героем. То есть для того, чтобы делать рейд по подземериям, вам союзники не особо нужны. Может быть, бонус к опыту вам дается? Да, он дается, но он крошечный. Вы получаете плюс 10% опыта за каждого игрока в команде при максимуме в 4 игрока. Почему 4 игрока? В игре 5 классов, в игре огромный игровой мир, а в городе вы можете встретить 20 и 30 человек. Почему команда ограничена только 4-мя? Но у меня есть явное предположение, что связано это опять же с тем, что игра очень серьезно лагает и плохо оптимизирована. В особенности, когда серверу нужно отрисовывать картинку для сразу нескольких игроков, выполняющих единое задание. И ограничение связано именно с этим. Но, конечно, награда в 40% дополнительного опыта за сбор полной команды, я считаю, это совершенно несерьезно. Для сравнения, в Diablo 2 игроки получают плюс 245% к получаемому опыту, если собирают полную команду из 8 человек. И, конечно, хотелось бы видеть в Diablo 4 что-то подобное, чтобы мотивировать людей на поиск партнеров, поиск друзей и какие-то командные взаимодействия. А так получается, что это вроде как онлайн-игра, но большая часть игроков будет бегать поодиночке, а те, кто собираются в группы, какого-то солидного бонуса не получат. Мне бросилась в глаза разная степень проработки игровых классов и скверный баланс между ними. Очевидно, что самый проработанный на данный момент класс это Разбойник, он же Рога. Разбойница отличается ярко выраженным архетипом такого хрупкого ДПСера. Это такая хрупкая стеклянная пушка. Все очень хорошо продумано. Умения, которые должны наносить урон, наносят урон. Вместо того, чтобы танчить удары врагов, вы от них уворачиваетесь. У вас есть достаточно умений на увороты и мобильность. У вас есть возможность реализовать силу своего героя. И при этом вы не привязаны жестко к каким-то конкретным вещам. То есть можете проявить свою креативность как в выборе билда, так и в подборе снаряжения. Другие классы меня порадовали меньше. Например, с Волшебницей произошло полное непопадание в архетип. Вместо очевидного варианта с колдуном, который воспринимается как какой-то хрупкий ДПСник, работающий мощной магией на дистанции. Мы получили волшебницу супертяжелого танка, которая стоит в огромной толпе монстров и ухмыляется, глядя как гибнут ее соратники по команде. Что же касается Варвара, то как раз он получился хрупкой стеклянной пушкой, но для ближнего боя. А Друид и Некромант оказались проработаны хуже, чем все остальные классы. Очевидно, что над ними работа велась каким-то менее интенсивным образом. И поэтому они даже не попали на закрытое бета-тестирование. Их выпустили только в открытой бете. Их что, целую неделю допиливали, чтобы по ночам сидели разработчики Blizzard? И такие, нам надо срочно доделать этого гребаного Некроманта, у нас через неделю выход открытого бета-теста. И вот у меня именно такое ощущение возникло, когда эти классы увидел. Потому что у Некроманта все способности накручены до такой невероятной степени силы, чтобы уж точно все было играбельно. Вот такое чувство, что кто делал Некроманта, он сомневался в том, что вообще из этого Некроманта что-то путное уйдет. И поэтому постарался накрутить его силу до пределов возможного. В результате получился какой-то имба-класс, он произвел весьма гнетущее впечатление на некоторых игроков, а кого-то наоборот восхитил. Что же касается друида, то там прямо противоположная проблема. То есть класс задизайнен таким образом, как будто бы вы начинаете игру в полном комплекте эндгеймового шмота с какими-то топовыми легендарками. А поскольку ваш персонаж без специальных легендарных аспектов толком ни хрена не может, то люди, игравшие за друида, оставили весьма негативные отзывы относительно Диабло 4 и относительно их персонажа в частности. Но я не сторонник такого баланса, где герои в онлайновой игре отличаются только скинчиками и принципиальной разницы между выбором различных классов нет. Мне нравится асимметричный баланс. Но здесь, мне кажется, мы имеем дело не с асимметричным балансом, а с тем, что над определенными героями поработали хорошо и продумали и концепцию, и их архетип. И вот этот архетип, он будет цеплять игроков, они будут выбирать героя за его архетипа, и герой будет играть в соответствии с их ожиданиями. А в каких-то случаях произошло катастрофическое непопадание в нужный образ, который, естественно, привлек бы фанатов. Отмечу интерфейс пользователя. На мой взгляд, важнейшие параметры, такие как модификаторы, повышающие ваш урон, модификаторы, снижающие урон по вашему персонажу, они даны вперемешку с весьма незначительными показателями, которые не особо влияют на вашего героя, и все это составляет какой-то колоссальных размеров кашу в этой таблице. Я уж не говорю про то, что значительная часть механик супер неочевидны и нигде в игре толком не объясняются. Например, механика overpower, или в русском переводе подавляющего урона. Я более-менее разобрался с тем, что это урон, который зависит от количества здоровья персонажей, дополнительных наслоений, укрепления здоровья поверх вашего основного шара хитпоинтов, и то, что некоторые умения могут вызывать этот подавляющий урон по умолчанию. Но все равно у меня нет ощущения того, что я понимаю, как работает эта механика. А у людей, которые, ну, новички в серии Диабло, у них еще меньшее понимание, когда они открывают эту таблицу характеристик персонажа, в ней сам черт ногу сломит. Очень заметны и бросаются в глаза гигантские надписи, которые вылетают из монстров, и отключить их, к сожалению, никак в интерфейсе нельзя. Если вы играете на русском языке, из каждого первого моба каждую секунду будет вылетать слово невосприимчивость. Если вы играете на английском, будет вылетать слово имьюн. И нихренашечки, к сожалению, с этим сделать ничего нельзя. Если же вы включили отображение циферок с уроном и критами вашего персонажа, то надписи никуда не деваются, они просто становятся меньше. Избавиться от них никак нельзя, и это очень раздражает, по крайней мере, меня и значительную часть моих зрителей, которые привыкли к чистой картинке, которая не захламлена какими-то ненужными надписями, цифрами, вылетающими из героев и разрушающими этот магический мир на нашем экране, превращающий его в какую-то корейскую гринделку, состоящую исключительно из цифр. Мы хотим видеть красоту, мы хотим видеть, как наш герой демонстрирует свои мощные умения, какой он классный, какой он красивый, как интересно умирают монстры, и какие у них любопытные анимации атак. Мы это хотим видеть, они огромные надписи невосприимчивость, вылетающие из каждого моба. Но дайте уже, блин, возможность это в настройках отключить. У меня серьезное подозрение, что в июне такой опции еще не будет. Я бы хотел подробнее остановиться на очевидных плюсах Diablo 4. В игре очень обширный сюжет, там большая линия, которая рассказывает вам о Демонессе Лилит, прародительнице человечества, и о прародителе человечества Архангеле Инарии, и ты не понимаешь, кто же из них все-таки хуже, ангелы и демоны. Достаточно яркие персонажи присутствуют в сюжетной линии, и мне очень понравилась озвучка, ну, английская, по крайней мере, обещают, что на релизе тоже русская озвучка будет. Ну, в бета-версии ее еще не было, не успели допилить. Некоторые обзорщики почему-то критикуют Diablo 4 за увлечение сюжетом, дескать, игра это про гринд, про гринд, зачем здесь сюжет, я не согласен. Вообще-то, в Diablo 2 и в Diablo 1, да, в принципе, в Diablo 3 достаточно интересный сюжет, и кто-то воспринимает эту игру как вот кампанию на прохождение. Почему бы и нет, в конце концов. Тем более, что Diablo 4 совершенно не заставляет тебя эту сюжетную линию проходить. Ты можешь забиться в первое попавшееся подземелье, качаться там до максимального уровня. Поэтому хочешь наслаждаться сюжетом, ну, наслаждайся ты, елы-палы, не нравится тебе сюжет, играй в гринд. И претензии к игре относительно того, что сюжета слишком много, на мой взгляд, ну, абсолютно необоснованы. Хорошо, что он есть, хорошо, что он достаточно ярко прописан, и эти потрясающие синематики, где бедному шрицу проламывают голову плавой, люди сходят с ума, одержимые демонами. Естественно, очень эффектное появление главных героев. И Нария, и Левит, это просто превосходно, на мой взгляд. Помимо озвучки, мне в игре понравился в целом саундтрек. Не могу сказать, что он настолько же запоминающийся, как тема Тристрама из первого Diablo. Я думаю, что очень сложно будет переплюнуть этот шикарный, случайно созданный шедевр из первой игры серии. Ну, посмотрим, в конце концов, мы только в первом акте слышали саундтрек. И, кстати, есть специальные места в игре, где можно остановиться и понаблюдать за достопримечательностями. Там камера услужливо меняет направление и позволяет вам сделать красивый скриншот. Действительно, в игре очень красивый мир. Я очень рад, что Blizzard отошли от яркой, такой мультяшной стилистики Diablo 3 и сделали мир более мрачным, более серым, чтобы демоны, пруще изо всех щелей, выглядели максимально гармонично и естественно. На мой взгляд, немножко переборщили с жестью и мрачником. Но уж лучше так, чем переборщить с пони-единорогом и какими-нибудь радужными облачками. Могу отметить очевидный плюс Diablo 4, то, что боевка тут динамичная, как в Diablo 3. Вам нужно следить за кулдаунами, прожимать различные умения постоянно. Это приятно. И присутствует современный интерфейс с указанием всех бафов, всех стаков, всех умений, которые у вас есть. Это все показывается удобными циферками, удобными значками. Это как раз то, чего ужасно не хватало в Diablo 2, понятного интерфейса, который говорит вам, когда и что с вашим героем произойдет или что с ним уже произошло. Здесь это есть. Но только, на мой взгляд, стоило бы, конечно, надписи на эритных монстров не дублировать. А то получается, что когда вы бьете эритного монстра, вам пишут его свойства сначала наверху панелью, а потом и над головой монстра. И получаются вот такие дублирующиеся надписи, которые выглядят, ну, немножко некрасиво. Это не нужно вовсе. По-хорошему, вместо надписей над головой монстра можно оставить только иероглифы. Ну, вот, например, снежинка обозначает то, что монстр нас замораживает. Она здесь есть? Есть. И это очень удобно. Ты понимаешь, что монстр замораживает. И нужно дополнительно писать над его головой второй раз слово «замораживает». И так все ясно. Если человек играет в эту игру хотя бы несколько часов, он приучается считывать цветовой код, приучается считывать вот эти иероглифы, символы, значочки. Они гораздо понятнее, чем какие-то длинные слова, вылетающие вот на таких вот здоровенных табличках. Мне понравилось то, что монстры в игре агрессивные, активно преследуют игрока и не оставляют его, буквально пробежав за ним несколько метров, как это, скажем, было в «Диабло 2». Это прикольно. Это позволяет вам собирать очень большие группы монстров и эффектно уничтожать их своими ультимативными способностями. Что особое впечатление на меня произвело, так это монстр, который появляется из ниоткуда и охотится за игроком. Мясник. Если в «Диабло 3», ну как, в принципе, в «Диабло 4» были случайно появляющиеся гоблины с сокровищами, которых надо преследовать, убивать и из них выпадает крутой лут, то здесь есть, так скажем, обратный. Гоблин — это монстр-мясник, который случайно появляется в каком-то подземелье и начинает сверски мочить вашего героя, гоняясь за ним и пытаясь его убить, что достаточно часто у него получается. По статистике, мясники убивали игроков и на открытой, и на закрытой бете колоссальное количество раз. Так вот, мне кажется, что эту механику можно было бы развить и сделать не только одного мясника, а целую группу различных демонов, которые бы в самых разных игровых актах преследовали бы игроков и заставляли бы их все время находиться на стреме, держали бы в постоянном напряжении. Вот это то, чего не было ни в одной из частей серии, ну, кроме, может быть, первого Диабла, когда на вас внезапно, совершенно из ниоткуда, выпадает монстр абсолютно лютой силой, не соответствующей тому, с чем вы до этого сражались, и вы должны как-то из этой критической ситуации выходить. Справедливости ради, у игроков на хардкоре есть метод с этой ситуации сваливать не погибнув, если вы нажмете кнопочку J на клавиатуре, ну, или это русское O, то у вас будет опция обновить подземерие, вы мгновенно телепортируетесь в прочие из опасной ситуации, с опасной встречей с мясником, он вас не убьет. Поэтому мне кажется, что это было бы интересно для всех игровых режимов, и для софткора, и для хардкора, это внесло бы такую, знаете, перчинку, эх, не хватает, не хватает этого Диабла, порой, когда она становится, вот таким вот рутинным гриндом, если вы собрали по-настоящему крутого и эффективного персонажа, которому уже никто не может бросить вызов. Что же касается боссов в этой игре, то они примирили меня в полный восторг. Они разнообразны, они очень сильные, намного сильнее, чем боссы в большинстве подобных RPG и MMORPG. Не всегда, к сожалению, есть понятные анимации того, что сейчас с вами этот босс будет делать, но боссы делают всякие интересные вещи с игроками. Некоторые прямо заставляют просраться по полной и просто поменять билд, потому что вы помрете там 4-5 раз на одном боссе, вы понимаете, что с тем, что вы навыбирали в умениях, вы его не пройдете. Вы начинаете экспериментировать, пробовать, искать какие-то ключики, запоминать, как этот босс действует и вас убивает. И это создает колоссальную реиграбельность и очень большой интерес к игре. Я вообще считаю, что игры жанра экшн-рпг должны быть сложными, потому что если игра экшн-рпг простая, то она очень быстро становится скучной для игрока. Если же она сложная, если она дает какой-то серьезный вызов, то в нее реально интересно играть. Поэтому сложные боссы, пускай я когда играл на стримах, на них ругался, поразмыслив, я пришел к выводу, что это несомненный плюс Диабло 4. Я слышал замечания относительно того, что, дескать, в Диабло 4 слишком маленький открытый игровой мир. И знаю, смотря с чем сравнивать, по-моему, игровой мир и так достаточно обширный. Меня больше интересует не дополнение к какими-то еще дополнительными актами. Меня интересует мотивация. Что будет заставлять игрока покинуть там первый или второй акт и идти дальше исследовать мир Санктуария? Какие награды будут ждать его в подземелье? Легендарные аспекты? А-а-а. Дело в том, что легендарные аспекты, привязанные к прохождению определенного подземелья, они имеют свойства, ну скажем, значительно хуже, чем те, которые выпадают случайным образом при просто гринде любого подземелья. То есть если вы хотите найти крутые легендарные аспекты, вы должны выбрать крутое подземелье и гриндить его как белка в колесе. И в этом случае вы сможете круто одеться и найти то, что сделает вашего персонажа по-настоящему крутым. А отправляться в конкретное подземелье где-то там на другом конце Санктуария ради того, чтобы получить аспект, который хуже, чем тот, который может вам выпасть случайно в любом подземелье. Ну честно говоря, меня как игрока это абсолютно не мотивирует. Посмотрим, как это будет на релизе игры и удастся ли сделать весь этот игровой мир из пяти актов по-настоящему наполненным, манящим и таящим в себе множество секретов. В игре Diablo 4 присутствует автолевелинг монстров. Это означает, что когда вы поднимаете уровень, монстры во всех подземельях и даже монстры, находящиеся на локациях основной сюжетной линии, поднимают свой уровень вместе с вами и начинают выбрасывать шмотки тоже более высокого уровня. Автолевелинг, с одной стороны, держит вас в напряжении. Вы никогда не будете слишком перекачаны для того, чтобы ленивым движением мизинца уничтожать весь экран, наполненный монстрами. С другой стороны, автолевелинг позволяет вам всегда получать какие-то предметы, которые соответствуют вашему уровню. Поскольку в других частях Diablo, если вы перекачаны, то из монстров выпадает лут, который вызывает у вас крайнее отвращение и абсолютно не соответствует уровню вещей, которые одеты на вашего персонажа. Здесь же за счет автолевелинга, в принципе, можно поднимать все редкие предметы и распознавать их, потому что очень велик шанс того, что какой-то из них вам подойдет. И все оружие в игре имеет достаточно фиксированный урон, зависящий от уровня. А поскольку все навыки, как колдовские, так и рукопашные, так и стрелковые, зависят исключительно от урона оружием, даже призванные вами существа наносят урон в соответствии с уроном вашего оружия. Получается так, что основой билда у вас всегда является оружие, которое вы забили, падает из любого монстра, которого вы убиваете в подземелье или на поверхности, где вы находитесь. Эта система мне понравилась. Много кто ругается на автолевелинг, говорит, что вот, я хочу сделать крутого персонажа, который будет ваншотать всех монстров, а автолевелинг мне этого не дает, что я не чувствую прогресса того, как мой герой становится сильнее. На это я могу возразить то, что прогресс-то на самом деле в игре есть. Можно собрать суперкрутой билд, но для этого нужно погружаться в игровые механики, продумывать синергию между различными умениями, искать легендарные аспекты, продумывать взаимосвязь между легендарными аспектами и умениями, которые вы используете. И вы можете, в принципе, сделать в этой игре себе персонажа уровня бога. Почему бы и нет? Но для этого нужно пораскинуть мозгами. Нельзя просто стать богом, потому что вы очень-очень много гриндили. И это плюс игры, а не минус. Что же касается автолевелинга как такового, он же присутствует в играх уже более 20 лет. Я могу привести в пример две абсолютно разных игры с автолевелингом монстров. Это, допустим, Ведьмак 3 2015 года и Визор 3.8 2000 года выпуска. И если в Ведьмаке при автолевелинге монстров, они все равно остаются достаточно слабыми и не очень серьезно напрягают игрока, а в особенности, если у него более-менее верный билд для этой игры, то в Визор 3.8 автолевелинг создает вам жесточайший сценарий и заставляет вас эксплойтить все существующие в игре фичи и абузы. И получается, автолевелинг никоим образом сам по себе нам не диктует, будет ли игра сложной и будет ли она простой. Это совершенно другими игромеханическими функциями достигается. Поэтому говорить, что Диабло 4 будет слишком сложной из-за автолевелинга или она будет слишком простой для автолевелинга, это совершенно бессмысленно. Сам по себе автолевелинг это неплохо и нехорошо в этом отношении. Мне же как раз данная фича очень нравится, потому что она вносит, на мой взгляд, какую-то новизну в игре серии. И, например, такие проблемы, которые были в Диабло 2, скажем, у вас нет оружия, чтобы убивать монстров, но вы не можете получить это оружие, потому что не можете убить монстров, из которых это оружие теоретически может выпасть. Вот такой проблемы в Диабло 4 в принципе не может быть благодаря автолевелингу. Я считаю, что это в целом-то в принципе неплохо. Теперь что касается торговли. Нас много пугали относительно того, что торговли в игре не будет, или она будет там невероятно ограничена, можно будет обмениваться только огрызками от яблок, использованной туалетной бумагой с другими персонажами. Нет, всё это оказалось россказнями. В ходе открытого да и закрытого бета-тестирования игроки могли обмениваться жёлтыми шмотками, то есть редкими предметами, а это самые крутые предметы в игре, в которые мы вручную вставляем легендарные аспекты и потом надеваем на себя. То есть в игре крутой крафт, и именно вещи, созданные путём крафта, из редких предметов, с засунутыми в них легендарными свойствами, это самые лучшие предметы в игре. И получается, что мы можем как раз самыми лучшими вещами, сырьём для создания вот своей одёжки и оружия, обмениваться с другими персонажами. Пожалуйста. Более того, совершенно точно, Blizzard говорили о том, что легендарные предметы нельзя будет передавать, они будут привязаны к учётной записи. Но это тоже оказалось не так. Нельзя передавать предметы, над которыми вы уже поколдовали. Если вы относили какой-то предмет к кузнецу или к оккультисту и меняли его свойства, да, он привязан к вашей учётной записи, вы ему никому не передадите. Но если вы просто нашли легендарку, то какая-то часть этих легендарок привязаны к вашему аккаунту изначально, а другая часть, намного более значительная часть, к вашему аккаунту не привязана. То есть, получается, вы можете купить себе жёлтую шмотку или обменяться с другом. Вот он играет за рогу, на тебе арбалет, я играю за варвара, он мне даёт двуручный меч, мы отлично поменялись, мы оба довольны и счастливы. А потом ещё мы находим какие-то легендарные аспекты, которые нам не нужны, и тоже меняемся с другом. Это же прекрасно, чёрт возьми. В игре есть, наконец-то, нормальная торговля. Но знаете, что меня беспокоит? Это торговля в стиле Diablo 2. То есть, это меновая торговля через окошко в игре. А каким, простите, образом мне находить торгового партнёра для осуществления сделки, если он не является моим другом? В игре нет никакой... В площадке нет аукциона, нет даже поисковика, где можно выставить объявление, типа, вот, ищу такую-то шмотку, меняю на такую-то другую шмотку. Этого всего нет. И я уверен, что в июне на релизе игры такой функции тоже не будет. Такие вещи достаточно сложно делать, а компания Blizzard не справляется с намного более очевидными, элементарными задачами. Поэтому, я думаю, что торговля в Diablo 4 будет вестись на сторонних сайтах, так же, как это происходит в Diablo 2 уже 23 года истории этой игры. Опять на те же грабли. Торговля на различных сервисах, типа D2GSP и Trader, и вот что светит Diablo 4. Однако, в бета-версии игрокам падало такое феноменальное количество легендарок, что, по сути, даже они были не очень замотивированы на торговлю. Почти никто не торговал, поскольку ты всё себе можешь найти сам. На релизе же игры Blizzard обещают нам значительно более низкий шанс нахождения легендарных предметов. Так что, я думаю, в торговле будет и смысл, и мотивация, и всё это дело будет цвести и пахнуть пышным цветом на сторонних сайтах вне игры Diablo 4. Потому что, если люди хотят общаться, если они хотят обмениваться, они найдут способы. Бесполезно им это запрещать. Помимо отмеченных плюсов игры, я бы хотел отметить мои субъективные впечатления негативного характера. Вот что лично мне не понравилось в игре Diablo 4. Мне не понравилось то, что игра наследует во многом архитектуру Diablo 3, которая мне не очень нравится. Шесть кнопок под умения. Это, блин, очень мало. У каждого класса существует обширный набор различных умений, и применение каких-то, скажем, умений, которые взаимно влияют друг на друга, бафов, дебафов, все это дает кумулятивный эффект в итоге для нашего билда. Зачем уравнивать игроков, для которых является проблемой нажимать 15 кнопок, с игроками, у которых такой проблемы нет? Почему человек, который может использовать более сложный билд, требующий нажатия большего количества клавиш, должен быть искусственно зажат в эти рамки? Ну, разрешите же вы использовать больше умений. Diablo 2 не так давно получила свой ремастер, Diablo 2 Resurrected, и люди отлично играют на консолях за классы той же там Ассасинки с ловушками или там Некроманта, и используют по 10, по 12, по 14 умений, используя игровой контроллер. Но это действительно не так сложно. Из этих там 12 умений, скажем, 8, это всевозможные прикасты и прибафы, которые не надо прожимать каждые там 6-7 секунд. Капкастовал и полетел. И почему то же самое нам не разрешают делать Diablo 4? Я, честно говоря, не вижу какой-то существенной аргументации. Ну да, говорят, что вот только 6 кнопок на контроллере, поэтому будет 6 умений. Но нет, нет, это все казуализация и примитивизация. Я за то, чтобы игра была сложнее, за то, чтобы люди, которые готовы нажимать больше кнопок, больше думать, больше продумывать, имели преимущество на теме, кто хочет жать на одну кнопку и побеждать. Это, по-моему, вполне законно. Ну и с обратной стороны, я могу отметить достаточно малое разнообразие билдов у персонажей. Дело в том, что мы в ходе бета-тестирования уже увидели все умения, которые есть у каждого из 5 классов. То есть, персонаж уже на 23 уровне знает все возможные умения, которые у него есть. Что же будет, собственно, с 23 уровня по сотой? А дальше вы открываете посевки, дальше вы прокачиваете те умения, которые у вас уже есть, выбираете себе легендарные аспекты, затачиваете шмот, поднимаете уровень, ищите себе какую-то более высокоуровневую желтую шмотку, соответствующую вам, чтобы засунуть туда легендарный аспект. В общем, занимаетесь вещами, которые к билдостроению не то чтобы непосредственно имеют отношение. На мой взгляд, это немного скучновато. То, что для создания билдов нам не нужно долго качать нашего персонажа. Но это особенность геймдизайн. Они так решили, значит, видимо, так и будет. Большей вариативности в плане умений хотелось бы. Потому что, если посмотреть на того же Друида, то у него вообще один единственный билд, доступный при отсутствии легендарных предметов. И все прочие варианты раскачки приведут просто к построению жалкого и нежизнеспособного персонажа. У Варвара и Волшебницы там билдов побольше, по 4, по 5 возможных билдов. Но это все равно очень мало. То есть, игра, может быть, станет более разнообразной в плане билдостроения, когда в игру добавят новые легендарные аспекты, усиливающие непопулярные у игроков умения. Может быть, Blizzard планирует балансить игру именно таким образом, именно так добавлять в нее контент, заставлять игроков экспериментировать и придумывать что-то новое. А может быть и нет. Может, действительно будет такое малое разнообразие билдов персонажей. Посмотрим. В игре есть несколько крутых легендарных аспектов, которые поощряют игрока за то, что он играет скучно и примитивно. Например, у вас растет бонус к урону за то, что вы стоите на месте и не шевелите. Вот реально, стой на месте и получай бонус к урону. Это было бы прикольно, если бы в игре существовал билд какого-то танка для пати. Но мы уже говорили о том, что в игре никак не проработано командное взаимодействие, нет таких ярко выраженных ролей, игроки не замотивированы искать себе группу на выполнение задач. И более того, любой класс, вне зависимости от того, через дистанционные вы играете, заклинания и умения или через ближний бой, имеет возможность получать бонусы от такого легендарного свойства. Другой бонус вы получаете за то, что не используете сложные умения. У классов есть примитивные базовые умения, которые чаще всего являются некой вариацией автоатаки. То есть это очень неэффективные удары по монстрам, которые игровая механика намеренно заставляет вас совершать. И вот, когда вы заряжаете при помощи этих базовых умений свой запас энергии, который у каждого класса называется по-разному, вы можете использовать всевозможные мощные умения. Так вот, если вы кастуете эти мощные умения при полном запасе энергии, то вы получаете огромный бонус к повреждениям. На что это мотивирует игрока? На то, чтобы он использовал мощные умения как можно меньше, чтобы он как можно больше заряжался своими умениями базового характера и потом только один раз разряжался основным умением в надежде убить всю толпу монстров, в надежде ваншотнуть боссов и так далее. И... Ну, это довольно скучно. Ну, что хорошего в том, чтобы давать игроку бонусы за то, что он использует свое самое слабое и скучное умение? Что хорошего в том, чтобы давать игроку бонус за то, что он как можно реже использует активное умение и усиливать его за то, что он его редко использует? Да, в этом есть некоторый смысл, но это приводит к построению скучных вилдов, которые делают однообразные и унылые вещи. В игре Diablo 4 есть по-прежнему статпоинты, такие как сила, ловкость, сила воли и интеллект. Мне эта концепция совершенно не нравится. Еще в Diablo 3 игрок был решен возможности самостоятельно распределять эти атрибуты. На мой взгляд, уже тогда их стоило упразднить. Теперь же это перекочевало в Diablo 4. Мы никак не можем эти параметры распределять вручную. В соответствии с повышением нашего уровня они автоматически повышаются. В зависимости от класса вы получаете или больше интеллекта или больше силы. И каждый из этих параметров влияет на ряд вторичных атрибутов. Например, за ловкость повышается ваш шанс уклонения. Интеллект повышает сопротивляемость ко всем стихиям, а сила повышает броню. Ну так почему бы, черт возьми, не убрать насик эти никому не нужные параметры силы, интеллекта и так далее и вывести игроку уже готовые цифры. То есть вот вы повысили уровень, вы получили плюс 0,5% к шансу уклонения и там плюс 1% брони. Почему бы не писать сразу готовые цифры? Зачем умножать эти ненужные сущности, в которых по сути зашифрованы другие атрибуты, к которым игроки стремятся? Это лишнее нагромождение. Или должна быть возможность для игрока делать какой-то осознанный выбор в пользу какой-то из характеристик или упразднить все эти статпоинты нахрен. Я несколько раз принял участие в событии с убийством мирового босса. Оно достаточно интересное и все же у меня остались смешанные чувства по этому поводу. Дело в том, что никоим образом игра не учитывает вклад игроков реально в победу над этим мировым боссом. Она никак не ограничивает вас в уровне, если вы хотите принять участие в этом событии. То есть, по сути, можно прийти каким-то низкоуровневым голодранцем на этого мирового босса, умереть в схватке 30 раз, не нанести мировому боссу никакого вообще урона, а потом получить точно такую же награду, как и тот парень, который сделал всю основную работу и нанес собственно мировому боссу весь урон. Это просто несправедливо, это порождает иждивенчество в подобных играх. Это поощряет иждивенчество. Зачем мне создавать крутого персонажа и придумывать, как именно я убью мирового босса, если я могу просто кому-то упасть на хвост и на халяву получить награду? Мне кажется, им стоит вводить хотя бы какие-то ограничения по уровню персонажа, для того, чтобы можно было или нельзя присоединиться к событию с убийством мирового босса. К сожалению, мировой босс это единственный эндгейм-контент, который нам показали. Будут еще аналоги рифтов из Диабло 3, здесь они называются Подземелье Кошмара в Диабло 4, вы добываете печати, печать открывает вам доступ в крутое Подземелье с крутыми монстрами, из которых падает крутой шмот, вы их соответственно убиваете, ну, в принципе то же самое, что и в Диабло 3. И будет аналог зон ужаса из Диабло 2 Резуректед, который называется Адский Натиск. Будет происходить случайное событие, что монстры устроили адские толчки в какой-то из частей Санктуария, немедленно отправляетесь туда мочить этих ужасных монстров. Вы туда отправляетесь, там тоже специальные награды, особо жуткие мобы, которых вы убиваете и таким образом участвуете в эндгейм-активности. А вот мировые боссы это тут третья и единственная разновидность эндгейм-активности, которую нам дали попробовать в бета-тестировании. И вы знаете, мне это немножко беспокоит, поскольку во всех играх серии Диабло самое главное это эндгейм. Самое главное это интересно ли вам возвращаться в игру после того, как вы прошли сюжет. И большинство фанатов серии Диабло со мной, я думаю, согласятся, то, что после прохождения основной сюжетной линии игра, по сути, только начинается. Поэтому от того, насколько эндгейм-контент будет интересным, от того, насколько он будет разнообразным, в конечном счете и зависит долголетие игры и внимание к ней очень широкой аудитории. Нет ни малейших сомнений в том, что на релизе в июне этого года игра Диабло 4 получит какое-то безумное количество продаж, какое-то колоссальное количество отзывов, что много миллионов людей сразу будут играть в эту игру. Но неизвестно, насколько долго она сможет оставаться свежей, интересной и захватывать внимание этих миллионов фанатов. Очевидно, то, что исправить все существующие в игре косяки Blizzard не успеют, и даже если в игре будет интересная эндгейм-система, которую мы, по сути, еще до сих пор не видели в деле, это потребует многих месяцев на доработку. Так что мы получаем одну из игр-сервисов, которые нужно развивать, развивать, может быть, когда-то Diablo 4 станет потрясающей, идеальной, сбалансированной игрой, но вряд ли в этом году. Так что я предлагаю договориться с вами так. Приходите сюда же, на этот канал в июне, посмотрите мои стримы, мои обзоры игры Diablo 4, насколько она получилась готовой, насколько интересны геймплеи, посмотрите других стримеров, другие обзоры, и если вам игра понравится, уже в этом случае ее покупайте. Очевидно, что дороже игра не будет. Скидки очень даже могут быть после выхода игры, а дороже ее вряд ли сделают. Поэтому, купив ее сейчас, вы вряд ли получите какое-то значительное преимущество, и вряд ли ваши впечатления будут какими-то более насыщенными, чем если вы сделаете это позже. Поэтому, на мой взгляд, торопиться с покупкой игры не стоит, стоит подождать, у нее огромный потенциал, и все шансы стать самой популярной игрой серии Диабло. Это так, действительно. Но, точно так же проект может быть абсолютно спокойно слит компанией Blizzard Unitas. Только время покажет, что выйдет из Диабло 4. Будем оставаться на связи, я обязательно буду выпускать видео, посвященное различным механикам игры, небольшие гайды, которые позволят разобраться во всех хитросплетениях, ее особенности, хорошо ориентироваться в санктуарий. Ну, увидимся в июне или позже. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok